Я люблю творить по ночам, когда всё умолкает и засыпает. Когда отходят ко сну молитвенники, уверенность, что их слова чего-то стоят. Когда прекращаются споры, никого ни к чему не приводящие, есть время чем-то занять в свои руки. Потому что не молитва делает человек человеку, но труд. Но это и молитва может быть трудом. Но труд рук это делает гораздо надежнее. К сожалению, мы всё дальше и дальше отходим от привычного, я бы сказал, даже приличного понимания труда. Да, деградация, она неизбежна в этом вопросе. Нам деваться некуда, мы заложники растущей цивилизации. И за нас много уже делают не люди. И сами много уже не делаем, а делают механизмы. Когда-то лудиты выставали против заводского и фабричного труда, крушили станки. Да, они что-то чувствовали. Что-то чувствовали. Что наступит время, когда это приведёт к катастрофе. А сегодня, сегодня совсем иная ситуация. Катастрофа приводит не обнищение человека вследствие удешевления труда, а то, что человек разучился делать какие-то качественные вещи. Сплошной ширпотреб. И это во всём. Вот даже взять это основание. Каждая деталь приходится доводить до ума самостоятельно. Кстати, заметьте, да? Гораздо удобнее сначала соединить две планки центровой стяжкой, а потом уже вставлять, чем поодиночке пытаться их вставить. Но кто сегодня оценит эту смекалку? Таких немного. Но это спешат. Спешат успеть что-то сделать. Для того, чтобы завтра, как им кажется, отдохнуть от своих трудов. И отдых становится, как бы сказать, да? Конечным объектом их потребления. Они полагают, что можно потребить отдых. Не труд, а именно отдых. А это, конечно, заблуждение. В общем-то, на этом заблуждении построены все религиозные схемы вечного блаженства. не в труде созидательном, в труде разумном. Многие строят сегодня в своем обостроении. А именно в каком-то наслаждении, которое за что-то им должны дать. За какие-то правильные убеждения, за какие-то правильные ритуалы, еще что-то, да? Ну, это же самообман, в общем-то, по сути. А все это приводит к вырождению, да? Приходится доделывать какие-то очевидные вещи, придумывать какие-то проставки, чтобы при затяжке не царапалась эта краска и не деформировались некоторые узлы. Что-то доделано, что-то приходит заделать молотком и той же смекалкой. Где-то приходит ставить циропласты и прокладочки, чтобы была какая-то предсказуемая деформация в этой зоне и потом не разболталось то, что было привенчено. Теперь это более прочно. Но опять же, все спешат. Ни у кого нет времени взять и подумать, как будет лучше сделать, Как будет сделать правильнее. Оттого и вся наша деятельность тоже, которую мы называем духовной, вырождается в какое-то подобие, какие-то, я бы сказал, виртуальные достижения. Все упирают на то, что каждая молитва должна быть услышана. Да, но не каждая действует. Пока у тебя есть какой-то запас остаточный, благодать, пока ты пребываешь в ее, скажем так, защитном поле, ты не можешь постичь очевидные для некоторых людей вещи. То, что оказывается, ты полностью без помощи. И бывает ситуация, когда твои слова никем не будут услышаны. как бы ты не бился головой и не старался быть услышанным. Когда начинаешь разбирать эти случаи ежедневно, то слышишь достаточно откровенные вещи. Многим может быть даже непостижимы, что молитва-то не слышно, сколько не опроси. Что бы я сказал на это? Вот видите, какая ужасная недоделка. Ведь можно было заполировать перед тем, как упаковывать. Спешка, спешка, придется искать напильник и доводить до ума. молитва или точнее представление о ней сегодня стало похожим на отношения матери-ребенка. То есть ребенок привыкает бесконечно сосать грудь. Он уже взрослый, здоровый, огромный, но он привык. Ему тепло, уютно, ему комфортно это делать. И он не хочет научиться простым вещам. Конечно, труд человеку часто бывает. Ну, как бы сказать, да, неприятен. дело еще в определенной общественной настроенности против труда. Что, дескать, это дело не интеллектуальных людей, не умеющих себя обеспечить чем-то в этой жизни, помимо физических нагрузок, да, это понятно все. Это понятно. Но, заметьте, да, вот даже западное отношение к хобби. У каждого человека должно быть какое-то хобби. А что такое хобби? Это созидательный труд. то, что ты умеешь делать хорошо. Иногда даже лучше, чем другие. Пусть даже это будет игра в гольф, но это тоже какой-то вариант труда. Так вот, вернемся к молитве. Многие свою беспомощность проецируют именно на многословие, которое граничит с пустословием. И полагать, что можно массой слов чего-то добиться. Ну, нет же, конечно. Конечно, нет. Небо слышит слова тех, кто что-то делает руками. А прочие достижения часто граничит с каким-то обманом, с какой-то ну, я бы сказал, определенной магией. поэтому появляются всевозможные варианты, да, как убедить других в том, что ты достаточно хорош, как создать вокруг себя позитивные боли, обаяния, или как вот ныне покойный, да, Карнеги писал свои книги, да, как книга называлась. Как расположить себе людей или что-то в этом роде. Как обоять собой людей для того, чтобы ими пользоваться. Тоже вариант магии. Вариант некая форма обмана окружающего мира. Потому каждый человек творчески одаренный всегда имеет какую-то необходимость в труде. Прежде всего, чтобы не обманывать ни небо, ни землю, ни себя, не окружающих. Да, ведь на самом-то деле мы заложники во многом сложився система. Система, которая произошла из-за мира античеловеческих ценностей. Те же воровские представления вошли в нашу жизнь с сталинских лагерей. Очень прочно вошли. презрительное отношение к труду. Да, конечно, бессмысленный труд, он действительно унижает человека и лишает его многих человеческих качеств. Поэтому и в концлагерях применялись такие приемы. И в сталинских концлагерях тоже такие же приемы применялись. Сделать жизнь человеческую бессмысленной и смерть сделать бессмысленной. Да, через то у многих возникло отращение к труду. А потом сытая и легкая жизнь. Вот такая же материнская грудь, да. Человек привык жить за счет других. И он полагает, что он нашел великий секрет. Секрет, который дает ему определенное преимущество. Если понаблюдать за жизнью, то видно, что она действительно любит иногда уродов. Я имею ввиду не в прямом смысле, а в смысле более изощренном. Людей, которые изуродовали само понятие жизни. Почему так-то? Ну, у жизни женская натура. А женская натура, она настолько непостижима прямолинейным каким-то умом, что можно заблудиться и запутаться в доводах и выводах. Так есть. Так есть. И мы себя разнежили вот этим представлением о каких-то молитвных подвигах, еще чем-то. Я помню, еще лет около двадцати назад принимал у себя одного человека, который хотел стать монахом. Я человек семейный и привык жить там, где в общем-то есть возможность выспаться и возможность принять пищу. А у этого человека были сразу определенные требования. ему нужен горячий душ, ему нужна горячая пища, ему нужно какое-то особое место для молитвы и все остальное. мы расстались буквально в тот же день, как познакомились. Но он оставил негладимые впечатления в моей памяти. Я привык спать на полу, привык есть то, что просто есть под рукой и привык считать себя просто солдатом, не каким-то там особенным, да, обычным рядовым солдатом. Просто потому, что так ближе к жизни, так ближе к сути вещей. А здесь монах, он сразу генерал какой-то, да, ему все нужно готовое, чтобы он открывал свои нежные уста и из них исторгались какие-то волшебные звуки в направлении неба. Вот это обаяние, оно рано или поздно пройдет, да. Труд он отрезляет, настоящий труд, когда ты не только физически трудишься, но еще и претерпеваешь, да, при этом там, занозы или там ушибленные пальцы молотком, да, все это учит тебя, на ошибках учится человеку. Необходимо ошибаться, чтобы чему-то научиться. А вот эта разнеженность, да, она действительно делает человека часто уродом. В худшем смысле этого слова уродом. Уродом, который не замечает своего роста, но наоборот всячески его оправдывает. полагаю, полагаю, что он такой вот счастливчик. Но правда-то в чем, да, в том, что все это отдаляет человека от его подлинной сути. Через труд он становится Богом. Хотя бы в силу того, что книга о Боге, которую люди друг другу пытаются скажем так цитировать или скажем так подсунуть в нужный момент, да, чтобы заполнить ту пустоту, которая образуется в душе. начинается словами, что с самого начала он сотворил, потрудился, заставил себя что-то сделать новое. Можно бесконечно спорить о целях и причинах того, что он сделал. Но суть останется неизменной. Все началось с труда. А цивилизация, которая старается сбросить с себя необходимость труда, она обречена. И мы не единственная цивилизация, которая пришла к такому итогу. Хотел поговорить совсем о другом. Мысли не слушаются, да, ночи. Ночь, время, когда можно творить наедине с самим собой, когда можно что-то делать, не думая о происходящем за окном.